Уважаемая редакция, в квартире нашего дома центр по реабилитации бывших заключенных. С такой проблемой к нам обратились вот тот самый дом. Сейчас мы попробуем просто прийти и проверить, потому что говорить напрямую на камеру все боятся. 11 этаж многоквартирного дома так высоко, по словам жителей, забралась организация, помогающая заключенным. Вот эта квартира, но обитатели ее не очень разговорчивые. Больше с нами общаться не захотели. Да и ближайшие соседи, те, что нам открыли, тоже не подтвердили информацию. При этом другие жильцы, которых мы встретили, общаться на камеру, они отказались. Все-таки уверенный, так называемый центр по реабилитации заключенных находится в их доме, именно в той самой квартире. Предположительно, одного из воспитанников алтайских колоний нам с оператором удалось снять. Важно, никакой агрессии они не проявляют. Жители дома просто боятся за детей. Их пугает такое соседство, которое, как выяснилось, обеспечивает некоммерческая благотворительная организация «Твой путь». Эти данные мы получили после полицейской проверки. Была проведена проверка. В принципе, там находится обычная жилая квартира площадью 120 квадратных метров. По предварительной информации проживают там от 4 до 6 человек в разное время. То есть там находятся граждане, которые отбывали наказание за те или иные преступления в местах лишения свободы. Квартира принадлежит жителям Новосибирска. Привлекли жильцов только за отсутствие прописки или документов, удостоверяющих личность. В остальном их проживание в многоквартирном доме законно, с точки зрения полиции. Это бывшие заключенные, это в многоквартирном доме. Эти обстоятельства, как таковые, сами по себе не влекут незаконности нахождения. По словам юриста, полиция здесь ни при чем. Права у вышедших из тюрьмы почти всегда такие же, как у любого гражданина. А главный правовой вопрос, может ли какая-то организация осуществлять такую деятельность в жилом помещении. Любое заинтересованное лицо, в том числе житель дома, может написать буквально два заявления. Обратиться в прокуратуру с требованием провести проверку, выяснить законность деятельности с указанием правовых оснований нахождения в жилом помещении. Какие виды услуг они там оказывают и почему. Второе заявление отправляете в Роспотребнадзор. Например, такую форму помощи бывшим заключенным могут отнести к гостиничным услугам. А квартира чаще всего таким требованиям не соответствует. В нашем конкретном случае заявлений не понадобилось. Как стало известно, после нашего визита центр реабилитации уже переехал в частный дом. Андрей Дреер, Александр Антропов, День с толком.